Традицию разговаривать о старообрядчестве с точки зрения науки завели еще в 1990 году. Все предыдущие восемь конференций преимущественно проходили в Москве. Юбиляр Великий Новгород такой чести удостоен впервые. И ученые и староверы уверяют, это не случайно. Значительная часть противников церковной реформы были выходцами из этих земель. А богатая духовная история Новгородчины долгое время служила образцом для старообрядческих общин. Большинство наших прекрасных храмов, икон и прочего, чем славен Великий Новгород по всему миру без привлечения, все это создано в основном в эпоху до середины 17 века, то есть до церковного раскола. И таким образом Великий Новгород можно назвать центром именно древнего православия, то есть той веры, которую и сохраняют до сегодняшнего дня те, кого в просторечии, в обиходе люди называют старообрядцами. Сегодня в Великом Новгороде живет несколько сотен старообрядцев. Конференция будет открыта в том числе и для них. Традиции духовной личности, которые проповедуют староверы, считают некоторые ученые, способны оказать существенное влияние на воспитание нового поколения и изменить представление о жизни общины. Морозова, Бучкова, то есть много хороших, славных фамилий. Поэтому они просто нормальные люди, которые любят свою родину, которые не хотят бежать с этой земли никуда, которые хотят здесь трудиться и пользоваться своими плодами, и чтобы их дети росли в вере к Богу. Только и всего. К слову, есть в России города, где старообрядцы играют существенную роль. Например, Боровск, Калужской области. Сегодня более 20% населения здесь причисляют себя к староверам. Развитие подобных общин, говорят участники конференции, это уже не раскол с официальной церковью, а лишь стремление объединить православных в вере. Ирина Лашина, Олег Федоров, Новости Новгородское, областное телевидение. Продолжение следует...